Уважаемые слушатели, позвольте сегодня познакомить вас с темой нашей лекции. Она посвящена медицинскому обеспечению физической культуры и спортивных мероприятий, а также принципам медицинского обеспечения спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, когда мы говорим про медицинское обеспечение соревнований, мы должны знать, что перед организацией соревнований должен быть организован медицинский комитет. Что означает терминология медицинский комитет? Это своего рода штаб, который состоит из главного врача соревнований, из спортивных врачей, врачей-терапевтов, среднего медицинского персонала и обязательно бригад скорой медицинской помощи. Главный врач соревнований назначается из числа специалистов, которые имеют опыт организации крупных соревнований или мероприятий по физической культуре. Это может быть спортивный врач или организатор здравоохранения. На местах чаще всего главный врач соревнований назначается из числа главных врачей, врачебно-физкультурных диспансеров или спортивных медицинских центров. Главный врач соревнований подчиняется главному судье соревнований. Он возглавляет работу медицинского комитета соревнований, организует медицинское обеспечение данного мероприятия или соревнования. Кроме того, главный врач соревнований выдает заключение о допуске спортсменов к соревнованиям, а также по итогам соревнования готовит медицинский отчет. На следующем слайде представлены штатные нормативы членов медицинского комитета соревнований. Таким образом, на одно соревнование приходится одна штатная единица главного врача соревнования, на каждые 50 спортсменов необходимо по одной штатной единице спортивных врачей, на каждые 100 спортсменов по одной штатной единице врачей-терапевтов. Средний медперсонал определяется следующим образом. Одна штатная единица среднего медперсонала на каждую одну единицу врача. И что касается бригад скорой медицинской помощи, то она исчисляется следующим образом. Одна бригада на одно место проведения соревнований. Но здесь есть небольшие нюансы. Дело в том, что соревнования могут проводиться как в крупных комплексах, так и в небольших по размеру спортивных аренах. Так вот, если соревнования проводятся на базе крупных спортивных комплексов, то там необходимо обеспечить по одной бригаде скорой медицинской помощи на каждый крупный выход из этого комплекса. Кроме того, по одной бригаде скорой медицинской помощи необходимо обеспечить и в местах расположения спортсменов, то есть там, где они проживают, из расчета одна бригада скорой медицинской помощи на одну гостиницу. Если, к примеру, идут соревнования, скажем, по футболу, это крупный стадион, на нашем примере это может быть стадион Пахтакор или стадион Буньоткор, тогда нужно минимум по одной бригаде скорой медицинской помощи на каждую из шести основных выходов из стадиона. Теперь обратим внимание на принципы медицинского обеспечения спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Это наши спортсмены-инвалиды. У них могут быть ограничения здоровья как физические, так и слуховые, зрительные. И есть у нас контингент, группа спортсменов-инвалидов, у которых имеются ограничения по возможностям здоровья, касаемые их интеллекта. Прежде всего, для того, чтобы организовать их медицинское обеспечение на соревнованиях, необходимо обязательно иметь сведения об основном заболевании спортсмена-инвалида. Кроме того, необходимо плотное, тесное взаимодействие с врачом команды спортсменов-инвалидов, так как именно врач команды знает досконально о состоянии здоровья спортсмена, о его основных заболеваниях, о его возможных хронических заболеваниях и текущем состоянии. Кроме того, обязателен учет особенностей оказания медицинской помощи спортсменам-инвалидам. Это касается наличия, например, интерпретаторов. То есть, если наш спортсмен глухонемой, тогда для того, чтобы оказать ему квалифицированную медицинскую помощь, обязательно нужен человек, который понимает его речь, то есть интерпретаторы. Кроме этого, необходимо предусмотреть специальное оборудование, особенно для инвалидов с физическими недостатками, с спортсменами, имеющими, которые передвигаются на колясках, специальное приспособление, медицинский транспорт и тому подобное. Только при учете вышеуказанных принципов медицинского обеспечения соревнований, где будут принимать участие, где будут выступать спортсмены-инвалиды, можно гарантировать качественное медицинское обеспечение. Спасибо за внимание.